Приветствую, друзья, сердечно. Мы начинаем захватывать интернет. Почему и как? Потому что человек будущего – это самая крутая команда. Потому что человек будущего – это человек-междисциплинарник, который может открывать у себя творческие качества и со скоростью инстинктивных, автоматических реакций генерировать решения. Да-да, вот смотрите, я как пример. Я одновременно и рисую, и стихи создаю, и новеллы, и готовлю чемпионов мира, и помогаю инвалидам, как я. При этом я тяжеленный инвалид. Да, вот представляете себе, вот это и есть элементы человека будущего, которые, несмотря и вопреки всем обстоятельствам, открывают себе творческие качества со всех сторон. Потому что междисциплинарник, междисциплинарник, чем больше творческих качеств раскрываешь, тем больше точек опоры, и ты все время черпаешь энергию. Не получается в одном, получается в другом. И поэтому у нас принципы в Школе Человек Будущего, к принципу повторения мать учения, добавлен принцип подбора путем перебора, который развивает творческое мышление. Творческий подход – это поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. Любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, счастье быть собой, созидание. Ну, это же общечеловеческие ценности. А сегодня в этой точке пифуркации, в этой точке неопределенности, вот я, видите, нарисовал, да? Не я это нарисовал. Это мы рисовали в формате коллективной разум, где вы мне писали комменты, что убавить, что прибавить. Вот и получился шедевр. И скоро будет на новой нашей выставке. Такая живая девочка получилась со свечой, правда? А вот теперь я вам скажу интересное, почему мы захватим интернет. И уже начинаем захватывать. Сейчас наши стихи, новеллы, картины будут на всех каналах, на разных языках мира. Да-да-да, это просто живой пример, кто и как захватит интернет. Потому что сейчас же там пишут все и говорят, сейчас высокочастотные, высокочастотные. Кто будет на высоких частотах, значит он сохранится, а кто будет на низких, он уйдёт. А что это такое, никто не говорит. А я вам раскрываю, высокочастотные, это творческие, созидающие, сопереживающие. Да-да-да, и которые себя показывают, что они сами являются примерами. И ещё один момент. Вот посмотрите, видите, это мне жена моего друга Антона Казанцева подарила. Она сама лично сделала. Это «Звёздная ночь» Ван Гога. Она сама лично сделала и мне подарила. Вот, пожалуйста, видите, раскрытие творческих качеств. А вот я вам сейчас скажу. Вот мой друг Рахман Шахалиев. Один из лучших светняков в Москве был. Видите его, картины какие. А потом я присмотрелся. Боже ты мой!